Несмотря на прохладную погоду, в Москву прямо из Питера прилетел Чиж вместе со своей компанией. Программа до 16-ти старше не могла пропустить такое событие и, конечно же, мы здесь. Мы первый раз на концерте, мы вообще про них ничего толком не знаем. Так вот случайно получилось, мы просто пришли, мы ничего не знаем. Для тех, кто ничего не знает про группу Чиж и компания, рассказываем. Сергей Чигарков, он же Чиж, автор и исполнитель всех песен. Закончил музыкальное училище и Ленинградский институт культуры. Михаил Владимиров, соло-гитара. Музыкальную карьеру начал со школьного ансамбля. С 83-го года учился в Музыкальном университете народного творчества. Алексей Романюк, бас. Музыкой занялся еще в юности. Играл в нескольких группах питерского рок-клуба. Аккордеонист Евгений Баринов. Родился в городе Павлова-на-Оке. После окончания школы поступил в Дзержинское музыкальное училище. Игорь Федоров. Ударное. Появился в группе совсем недавно, заменив Владимира Хатурина. Как музыкальная группа Чиж и компания образовалась в 93-м году. Но объединены ребят в мореходное училище имени Макарова. У тебя какая профессия по идее? Родист, лодочек, батарист. Судовой электрик. Судовой электрик? Да. Ага, но тем не менее вас всех объединила музыка, да? Да, все началось с песни «Море в море» Антонова Юрия, да. Тема дороги очень часто встречается в песнях группы Чиж и компания. Причина тому – давнишняя привязанность ребят к морю. Путешествовать они любят до сих пор. Спасу нет, как любим. Вот хлебом не корми, да, дай поездить там, попутешествовать. А вот что тебя привлекает в дороге? Что тебе нравится в этом? Ритм дорожный. Ну и потом горячий чай, вот это вот. Туалеты, бестуалетные бумаги. Ну, там много кайфов есть. Серое белье, влажное. Класс! В плацкарте в купейном вагоне предпочитаете ездить? Конечно, в плацкарте. Конечно, да. В поезде любимое занятие? Спать. Спать, читать книги. Какие, например? Я вот Кинга, например, читаю. А поете в поезде? Ну, иногда поем. Раньше пели, сейчас уже меньше. Продолжение разговора с ребятами из группы «Чишекомпания», а также новый клип «Еду-еду» смотрите чуть позже в нашей программе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В компании я решила узнать, насколько хорошо фанаты знают своих кумиров. Обезбашенность. Башня у нас, посмотрите, у всех есть, пока что еще, слава богу. Иногда срывает. Иногда срывает, с этим трудно спорить. Весьма приличный семьянин внутри, как бы своего дома. Но, скажем, вовне он ведет себя так, как ему хочется. Хороший семьянин. Ну, если до семьи доехать, то хороший. Ну, только вот в море только тянет, а так нормально. Так? Да-да-да, так и есть. Мишка правильно говорит. Замечательные люди, просто слов нет. Это душевные. Игроков – это такой человек, я не знаю, это лучший друг, мне кажется. Лучший, вообще, ну, самый прекрасный человек. Вот в нашей рок-тусовке. Ну, спасибо поклонникам. Большое спасибо. Наверное, так. За 8 лет существования группа «Чишекомпания» выпустила 14 альбомов. Их популярность вполне закономерна. У ребят есть своя теория по поводу того, какой должна быть песня. Если уже сама по себе есть передатчик каких-то чувств, эмоций, я не знаю, переживаний. Из вашей жизни? Ну, а с чьей же? Конечно. То есть можно сказать, что на сцене вы поете отражение своей жизни? Да. Чтобы песня как бы звучала, надо, чтобы она была, ну, такая песня, которую можно просто сесть и под гитару спеть нормально, без всякой аранжировки, без всего. Да под любой инструмент, под аккордеон, под байон, все равно под гармонию. Этим и проверяется, собственно, так скажем, вшивость песня. А зачем это нужно, чтобы каждый смог ее спеть? Вот есть вы, и вы ее поете. А тут каждый поет, вот как-то... Это воспитание. А ведь музыка, она же для всех. Пожалуйста, берите, да и пойте. Если поется здорово, значит, это народное. Вот вам не обидно то, что, может быть, очень часто поют песни, даже не знают то, что действительно это вы ее автор и ее исполнитель. Поэтому они и народные. Потому что даже не обязательно знать автора и исполнителя, чтобы ее просто взять и спеть в компании. Там очень часто присылают ребята тоже свои какие-то произведения на кассетах. Хотят достигнуть чего-то и говорят, что они талантливые. Вот скажите, вот что вы им посоветуете, что делать? Чтобы что-то делать, сначала надо этому научиться. Я бы не стал кричать о том, что я талантливый. Ну да, для начала. Ходишь и говоришь, я талантливый. А если ты и кричишь, то ты должен это подтвердить? Да, подтверждать. Вот и все, работать. Ребята исполняют песни, близкие людям. Но за кажущейся простотой слов и музыки стоит серьезное музыкальное образование и напряженная работа. А сейчас вы можете впервые увидеть новый клип группы «Тиша компания» «Еду-еду». Реки, степи, горы и поля. Дай мне на дорогу сигарет, чтобы сочинить еще куплет. Еду, 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 еду я. Реки, степи, горы и поля. Жар воздушный мне укажет путь. Я к тебе приду когда-нибудь. Реки, степи, горы и поля.